здравствуйте меня зовут александр и я приветствую вас на нашем девопс метапе сегодня я расскажу о такой вещи как gateway API и отвечу на вопрос стоит ли на него переходить с обычных ингресс пару слов обо мне я работаю техническим директором в компании vron вот уже несколько лет а сейчас я курирую девопс направления и рассказываю вам про разные интересные штуки которые есть в кубернеиц наша компания занимается разработкой сложных коммерческих проектов на заказ и для разработки этих проектов мы используем различные языки программирования технологии и инструменты и для того чтобы доставить эти сервисы в продакшн и в другие окружения мы как и все вы используем кубернеиц но для начала давайте посмотрим как же ходит трафик из интернета от клиентов в кубернеиц окружения у нас есть клиент и кубернеиц кластер дальше у нас есть эфемерная сущность под названием ингресс которую мы описываем конфигурацию нашего входящего трафика с каким доменом мы работаем и на какие сервисы это трафик должен ходить ну и дальше трафик ходит на поды и обрабатывается приложениями ну или сервисами которые там дальше запущены ингресс это эфемерная сущность под капотом лежит как правило какой-то ингресс контроллер который как раз и настраивается этой сущностью под названием ингресс существует более 20 реализаций ингресс контроллеров под разные http сервисы и рассказывать про них про каждый конкретно смысла нет мы двинемся дальше и посмотрим разберем пример ингресс сущности которая описывает хождение трафика в наш API сервис у нас есть сущность ингресс который есть обязательный параметр ingress class name в данном случае это nginx и набор базовых правил которые определяют имя хоста или домена и набор сервисов которые будет дальше ходить трафик по определенным правилам кроме этих значений есть еще ряд полей которые можно заполнить это и терминация tls трафика и различные параметры которые специализируются для конкретных ингресс контроллеров обычно мы их задаем в аннотациях ингресс контроллер нам дает довольно-таки много преимуществ которыми мы можем пользоваться это и простое управление трафиком и балансировка нагрузки трафика между нашими сервисами и tls терминация трафика на подходе к кластеру и конечно же создание виртуальных хостов для того чтобы мы определяли на каких доменах мы можем видеть наши сервисы более того есть различная интеграция с облаками вы ее можете видеть в таких менеджер сервисов как менеджер кубернейтс в яндексе или гугл облаки или aws но есть и ограничения с которыми мы сталкиваемся это ограничение протоколов то есть мы можем конечно же всегда указать что мы работаем с tcp трафиком или udp трафиком но многие из вас наверное сталкивались тем что мы не можем также просто работать с grpc трафиком и каким-то подобным или более сложным и это зависимость от реализации конкретного ингресс контроллера которую мы описываем через аннотации в сущности ингресс не все параметры можно один в один портировать с одного ингресс контроллера на другой и это создает дополнительные трудности ну и конечно же это все от того что нет такой четкой стандартизации которая давала бы нам возможность портировать и переходить с одной реализацией ингресс контроллера на другую что же делать а вот появилась такая сущность которая называется кибер нейтс gateway api она состоит из нескольких под сущностей которые определяют как мы будем настраивать наши контроллеры из чего же состоит gateway 5 это gateway класс который описывает какие gateway классы у нас есть в нашей инфраструктуре сам gateway который ассоциируется с существующими gateway классами он отвечает за то на каких портах и какого типа трафик мы можем слушать это http roads и роуты другого типа которые описывают как это трафик будет ходить дальше до наших сервисов и все эти сущности разделяются по слоям ответственности за каждую сущность может быть ответственный инженер определенного уровня за gateway класс это инфраструктурный инженер который и создает нам наш кластер или это может быть облако которое предоставляет менеджер сервисы gateway может определять наш девопс инженер который отвечает за настройку нашей инфраструктуры ну и роуты мы можем делегировать нашим любимым разработчикам они точно знают по каким путям и какого типа трафик должен ходить до их сервисов gateway 5 ориентирован на ролевую модель какие показал выше мы можем отделить ответственность каждого инженера за определенной сущностью более того спецификация построена так что мы можем портировать реализацию с одного провайдера на другой не изменяя самой конфигурации и эта конфигурация довольно-таки выразительно мы точно знаем какая сущность за что отвечает и можем разделить эту ответственность по слоям как инфраструктуры так и нашей ролевой модели давайте взглянем на нашу вымышленную компанию и вам labs и посмотрим как же gateway 5 может быть разделен на слои и ролевые модели у нас есть несколько сотрудников это миша который является инфраструктурным инженером и создает для нас наш новый кубер на из кластер у нас есть слава это девопс инженер он конфигурирует наши сервисы и занимается тонкой настройкой наших окружений и она она разработчик и разрабатывает наши сервисы при создании инфраструктуры михаил определил несколько gateway классов это внешний load balancer и внутренний load balancer можем это видеть на примере конфигурации указывает соответственно именно external lb и интернет лб и определяет какие-то параметры их настройки слава как девопс инженер знает что у нас есть определенные gateway классы и может создать отдельный gateway который слушает трафик на восьмидесятом порту тип трафика http и дальше предоставляет эту сущность для использования мы можем видеть что он определяет имя gateway класса протокол http ну и дальнейшее правило для чего этот gateway может использоваться она наш разработчик знает что в инфраструктуре есть определенные gateway и эти gateway слушают роуты с определенными лейблами она конфигурирует свой road для того чтобы определить на каком домене будет происходить публикация нашего сервиса знает роуты как ходить до этого сервиса и порты с которыми он запущен поэтому ей достаточно просто создать эту сущность и поставить ей определенный лейбл для того чтобы связать ее с нашим гитвеем как вы видите вся конфигурация определение того как будет ходить трафик начиная с интернета то есть там где настраивается наш кубернеиц и load balancer до конкретного определенного сервиса мы разбили по слоям ответственности и по ролевой модели кто за что отвечает глобально это можно показать на довольно простой схеме у нас есть клиенты трафик от которых ходят в нашу инфраструктуру у нас есть девопс инженер который отвечает за то какие гитве есть в нашем кластере как они конфигурируются в каких секретах хранятся сертификаты для терминации тлс трафика и так далее и так далее и дальше этот трафик должен ходить в наши сервисы а уже разработчики могут отвечать каждый за свой тенант за свой namespace и в этом namespace и определять роуты на базе http roads tcp roads gpc roads и определять какой тип трафика и как будет ходить до их сервиса вплоть до того что организовывать такие паттерны как канареечный деплой и вот про эти паттерны и мы сейчас поговорим буквально пару минут допустим она хочет раздеплоить новый сервис новый релиз своего сервиса и проверить правильно ли он работает и применить для этого канареечный деплой у нее есть уже какой-то road на который ходит старый трафик ей нужно пустить трафик на новую версию своего сервиса она дописывает определение в правилах http roads и указывает что часть трафика будет ходить на старый сервис а часть трафика будет ходить на новую версию ее сервиса и это она может делать сама не прибегая к помощи девопс инженера с другой стороны девопс инженер может спокойно изменять какие-то параметры gateway создавая новые gateway конфигурируя их и предоставляя для пользования нашим разработчикам для того чтобы они описывали свои роуты не боясь что новый gateway как-то повлияет или повредит старый так как перейти с обычных ингресс на новую сущность в виде gateway API давайте рассмотрим по шагам допустим у нас есть ингресс к нашему какому-то сервису у которого есть API и frontend часть он у меня практически весь уместился на этом слайде поэтому можете изучить его немножко подробнее у нас есть аннотация которая говорит что для данного типа ингресс класса делать обязательный редирект с http на https а также мы определяем хосты на которых будет слушаться данный данный трафик и для каждого хоста мы определяем роутинг до наших сервисов для для frontend части и для API части шаг 1 мы определяем gateway имея ввиду что gateway классы у нас уже определены в инфраструктуре мы создаем новый gateway именуем его и прописываем некоторые параметры а именно порты на которых будет слушаться трафик это 80 и 443 соответственно http и https трафик параметры протоколов мы также указываем в определенных полях и указываем терминацию откуда брать сертификаты для терминации ssl трафика в нашем gateway вторым шагом мы определяем роуты а именно как трафик будет ходить от наших gateway до наших сервисов мы указываем что gateway используется наш еврон лапс гитвей и правила по которым они очень похожи на те правила которые мы использовали в ингресс единственное что мы указываем backend reference как отдельную сущность третьим шагом конечно же мы хотим сконфигурировать тлс редиректы то что мы делали аннотации для определенного ингресс контроллера в ингрессе мы делаем отдельным роутом это такой же роут как и все остальные тут вы видите что в фильтрах мы указываем тип request redirect и на какой на какую схему мы его будем редирект эти схемы описаны в предыдущем роуте видите как http и https и соответственно мы делаем редирект с одного с одной схемы на другую если вам показалось что вручную это сложно муторно и долго есть уже готовые инструменты которые вам помогут автоматизировать это это гресту гитвей инструмент вы можете скачать его либо по ссылке здесь ну либо перейти и посмотреть как он работает он действительно поможет вам упростить самом начале переход с генерирует все новые сущности и поможет вам перейти переходить с ингресса управление конфигурации в одном в одной парадигме на другую так переходить с ингресс на гитвей API или нет это тот вопрос который я поставил самом начале моего выступления давайте я отвечу на некоторые основные вопросы которые могут тут возникнуть заменит ли гитвей API ингресс в кубернез в будущем нет не заменит ингресс как был так и останется сущностью которая помогает быстро сконфигурировать хождение трафика внутрь кластера до ваших сервисов а гитвей API поможет вам тогда когда вы хотите сделать какую-то сложную конфигурацию с разными протоколами и разными уровнями абстракции как выбрать что использовать тут выбор конечно же за вами если вы хотите поэкспериментировать с гитвей API вы можете использовать его прямо сейчас но имейте в виду гитвей API как я говорил подходит в основном для тех задач когда вам нужно решать сложные вопросы роутинга трафика когда вы работаете с разными протоколами когда вам необходимо делегировать эти задачи разным инженерам тогда вы можете использовать гитвей API если у вас небольшой проект или вы только начинаете работу с кубернез или стартуете только ваш будущий сервис вполне будет достаточно использовать базовый ингресс он покроет более 80 процентов ваших задач какие реализации гитвей API уже есть я говорил что реализации ингресс контроллеров более 20 штук но довольно таки много реализаций уже готовых к использованию и для гитвей API это и практически все реализации которые вы можете найти для ингресс контроллеров и дополнительные реализации для конкретных облаков или сервис мэш реализации да гитвей API интегрируется с существующими сервис мэш например с истио более того в каких-то в каких-то частях он повторяет конфигурацию которые пришли из истио либо из троефи друзья а теперь я с радостью обсужу вопросы которые у вас возникли